Я сейчас не совсем понял, что когда мы делаем полушкапчик, у меня есть несколько коммуникаторов, и как мы достигаем того, что нас возле там не 40, а что-то 30. То есть мы можем 4-4 месяца. Это понятно. Как значение просто? Но это все равно не стоит. Мы в этом большом шкафе находимся очень-очень процессом. Который передающий. Именно шкафы, да? Ну, как шкафчик. Только, в котором есть, кстати, вот этих модулей. Это свойство шкафа? Это свойство шкафа. То есть не в каждый из узлов встроен свой процессор, который мы стекируем. А общий, который гораздо мощнее любого из этих. Он может даже с активным охваждением. Вентилятор. Достаточно огромная операционная система, память. Система внешнего управления отдельная. В общем, тыщицы поддельно в 7,2,10 управляются. И разъемы, внешне похожие на машину вся. Относительно простые модули, держащие в себе либо обычные порты витой пары, либо оптические порты какие-то того или иного типа. Значит, действие производится внутри этого большого процесса, да? Да. А сколько поддерживает такая система? Это зависит от производителя и от системы. В один такой аппарат в крайних случаях можно набить, по-моему, больше 500 портов. Есть больше систем, но я о них знаю только в теории, живем и видом. Фокус в том, что выпускная способность всех этих шин должна быть такой, чтобы обеспечить неблокирующуюся передачу данных с другого порта на какой-то. Как угодно, куда угодно. Иначе теряется весь смысл. Вот эта система не может устроить обычную грузду. Еще вопрос у кого-нибудь есть? Чем вообще надо включать затоки? В первую очередь физическая организация, вменные пакеты и специальные ориентации на работу с сетями хранения данных. То есть там все протоколы заточены именно на работу со своими хранилищами. Не на работу с сервером баз данных со стороны клиента, не на работу с веб-серверами, а именно на работу с таким вещами. Это конкретная реализация принципа, который сделан специальный борт. Продолжение следует...